В центре занятости те, кому нужна социальная поддержка. Среди них житель ХОСТа Сергей Выговский. До травмы ноги работал по найму, и теперь вот, когда необходимо длительное время на лечение и реабилитацию, сидеть без дела материально затруднительно. Ищет любую работу, которая принесла бы доход. Тяжелое материальное положение. Хотелось бы найти работу, с которой могу справиться в моем положении. Сегодня в банке данных центра занятости населения города около 600 вакансий для специалистов с инвалидностью. Таких сотрудников ждут различные предприятия города, которые, согласно закону об инвалидах, имея в штате более 35 сотрудников, обязаны создавать рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что категории инвалидов могут быть любые. Главное, чтобы у них в карте реабилитации была возможность работы. Если у них есть проставлена возможность работы, то они, соответственно, могут, согласно этой карте, найти себе работу. И опять-таки, все в соответствии с картой реабилитации. Требуются рабочие зеленых хозяйств, уборщики, специалисты различных направлений, в том числе инженерных профессий. Представили вакансии и учреждения здравоохранения. После длительной болезни мне пришлось несколько лет не работать. Я вот как бы нахожусь в стадии реабилитации и пришел найти работу. Но поскольку особо не информирован, где ее искать, обратился в центр занятости. И они любезно мне устроили встречу с работодателями. В настоящее время организациям, которые используют труд инвалидов, предоставляются субсидии от государства для создания рабочих мест. Эти средства можно использовать и непосредственно на само оснащение рабочего места для инвалида, и на приобретение вспомогательных материалов, и даже на выплату в течение трех месяцев заработной платы сотруднику с ограниченными возможностями здоровья. Все вопросы и проблемы трудоустройства этой категории работников обсудили после ярмарки вакансий на межведомственном совещании.